Мы сейчас с вами находимся в очень сложной ситуации. Её сложность обусловлена тем, что мы не понимаем, как дальше поведёт себя, в принципе, вся экономика и технологический её арсенал. То есть пока мы что знаем? В триллионы долларов оцениваются десятки, я думаю, триллионов долларов, оценивается бизнес, который так или иначе работает на искусственный интеллект. Это и большие языковые модели, сами по себе, и облачные решения, и чипы, и прочая вся вот эта... Это огромное количество людей, огромное количество денег и так далее, и так далее. Но функционально это пшик пока. То есть мы на самом деле все ждём, ну, некоторого чуда. Ну, то есть оно как бы... Ну, я напомню вам, когда интернет стал развиваться, все говорили, боже, вот там надо срочно как-то сайты какие-то покупать и так далее. Возник пузырь доткомов, который лопнул, и у всех было разочарование. А интернет херня? Потом на это и как бы... Это всё выросло заново. Значит, вот мы сейчас находимся в периоде, когда вот рынки уже начало трясти, вот, первыми падают технологические компании, ну, там всё начинается, как обычно, с Японии. Мы это любим, японцы любят зажечь свечку, потом, чтобы все потом бегали угорелые. Вот. Да. Значит, ну и первым делом там рушится, конечно, NVIDIA, там Apple акции и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Мы сейчас находимся вот в этом пузыре доткома только дотискусственного AI. Вот. Но чудо случится. Мы просто не понимаем, каким оно будет пока. Ну, то есть, вот как бы, как мы его себе представляем, мы как бы представляем, что придёт искусственный интеллект, там всё, ну вот. Но искусственный интеллект пока, значит, его всё делают, чтобы он не галлюцинировал, там, не то, не всё, не пятое, не десятое. Ну вот. Но он построен на жидкой почве нашего языка. Это в любом случае пока лингвистические модели. У него нет понимания мира, значит, такое, которое... У него понимание науки, по многим вещам уже значительно лучше, чем у человека. Ну, там, Майкрософт опубликовала отчёт в ноябре прошлого года по глубинным знаниям о медицине, о искусственной теле. Ну, OpenAI, одна из, как бы, там, там же берут модель, и дальше её обучают на каких-то специальных данных, там, и так далее. Вот. А потом она начинает думать сама. То есть, она стала понимать то, что другие ей не рассказывали. Но она как-то сообразила, как это всё. Но это всё равно проходит в мире интеллектуальной функции. Это очень специфический мир интеллектуальной функции, лингвистических моделей, на которых сейчас, собственно говоря, весь искусственный теле. Объективно мир мы-то с вами сватываем за счёт наших априорных суждений. Вот Кант сказал, у нас есть настройки, которые превращают мир для нас таким, какой он для нас есть, и он только такой. Если он вот для нас тяжёлый на 10 килограммов, он для нас тяжёлый на 10 килограммов. Если поменяется давление, если там изменится, там ещё что-нибудь, ну, как бы гиря в воде будет весить не столько, но другие факторы. И это всё связанные вещи. Потому что так устроен наш мозг. Да? Но для этого, для того, чтобы такую модель построить, надо идти, боттенап, сначала его обучить, как бы сказать, в примитиве, а потом вытолкнуть его в языковую модель. А сейчас получилось, что мы создали языковую модель, супермощную, и пытаемся впихнуть его, как бы, в реальность. Вот. А реальность такая говорит, ну, я не являлась тебе. Вот. Ты стырил. Вот. Не прошёл путь, вот, какой проходит с синяками, шишками и прочими, любой человек. И вот этот зазор, он сейчас фундаментальный, он существует. И, с одной стороны, очень забавно это, как же его, который тоже всё про будущее рассказывает, Харари. Вот. Он дал интервью сейчас, очень хорошее, замечательное, очень понравилось. Он говорит, а теперь представим, что искусственный интеллект, значит, начинает управлять финансовыми процессами. На самом деле, в финансах искусственного интеллекта больше, чем где бы то ни было. Чтобы вы понимали, да? Потому что на биржах играют, значит, модели, кредиты вам выдают в модели, там и так далее. Но они там все, как бы, чётенькие. Потому что там шаг вправо, шаг влево, будет та самая шишка, а именно дырка в кармане. Вот. Поэтому там всё... Но если это всё начинает как-то функционировать, то дальше он сам начинает принимать решение, как он будет себя вести. Уже такие фокусы были. Это было на Нью-Йоркской бирже, был обвал. Быстро успели остановить, они там, ну, как бы, что-то где-то заглушку не поставили, и, значит, искусственный интеллект решил, а, продаём! Вот. И чё-то там накуролесил. У всех глаза вылезли из орбиты. Вот. Значит, да. Поэтому... Но он говорит, а вот теперь представьте, что он сам начинает, вот мы ему доверили, это самый слух, как бы, ну, где его место самое? Ну, искусственному интеллекту. Ну, чё там, циферки, люди, потребление, там, то-то, пятое-десятое, всё можно посчитать. Тут эквайринг, тут, значит, сделки, тут свифты, тут эти трендеры, тут, понимаете, фьючерсы. Ну, просто... Нормальный человек не может разобраться. И мы туда пустим его, и он, значит, решит, как организовать жизнь. И вот. Да. Значит... И вот, да, ну, это просто парадийски. Ну, неважно. Да. Смысл состоит в том, что мы сейчас... Да. И вот главная, конечно, проблема, это робототехника. Значит, поменять людей уже сейчас, в принципе, в большинстве вообще вещей можно. потому что мы ничего такого не делаем, чтобы нельзя было обучить машину. Вот. И в целом, ну, как бы, она всему это может научиться. Вот. Тем более, что в любой сфере каждый думает про автоматизацию. И поверьте, вот вы возьмете медицину, там будут думать, как автоматизировать анализ анализов. Если вы смотрите какое-нибудь самолетостроение, как все учесть и все собрать без людей, потому что они могут забыть дверь прикрутить, как в Воинге. Вот. Ну, как бы, искусственный интеллект не должен забыть. Если у него там, как бы, надо герметичность, так он ее будет выполнять задачу. Вот. А человек может пойти подумать о чем-нибудь. Вот. И потеряться. Сколлапсирует его функция. И привет интеллектуальная. Да. Значит, и это, конечно, проблема тоже. И сейчас главная гонка, она, конечно, за создание вот этих технических устройств, в которых этот искусственный интеллект будет функционировать. Вот. Ну, Маск анонсирует, что эта отрасль 10 триллионов долларов в 2026 году составит. Вот. То есть, это появится субъект. Но появятся ли они у нас? Вот. С учетом того, что общая конструкция состоит в том, чтобы мы же сейчас, я предупреждал, да, что мы будем разделяться на цифровые анклавы. Ну, все, кто сейчас пользуется активно приложением на три буквы, которые нельзя называть, вот, значит, они все как бы наблюдают отъезд вот этих всех штук. да, и дальше вопрос, ну, как бы, возможно, у нас будут роботы с узкими глазами, вот, может быть, не будет никаких роботов, вот, пока это все вопросы такого важного геополитического разлива, вот, поэтому в целом может быть вообще разные очень варианты развития событий, вот, потому что, конечно, но тоже мы должны понимать, искусственный интеллект это угроза безопасности, и, значит, уже генерал Пентагона в Совете директоров OpenAI сам Сэл Сэл Сэлайтман объявил, что, дорогие друзья, мы, значит, с государствами теперь сначала государство, потом это, потом это все национальная безопасность, Белый дом, все, как бы, четко определяют, ну, в общем, прочитали книжку Дух Времени, начали, так сказать, суетиться, вот, да, но, да, очень возможны разные варианты, вот, и мы сейчас находимся в этом пузыре, потому что пока вот эта вот свобода, да, да, она пока не коллапсировала до, волновая функция, пока летит, значит, нашей цивилизации над, в качестве фонеры, вот, продвигается, вот, значит, если говорить в целом, ну, я сейчас активно занимаюсь тем, что делаю, ну, на мой взгляд, такую самую функциональную программу по психологической, по психологическому образованию, вот, потому что при всех поворотах, вот, которые сейчас могут быть, но очевидно, что нас ждут разного рода кризисы, трансформации, переходы и, и так далее, вот, и тут два аспекта, один аспект, то, что все люди будут, как бы, иметь какой-то странный психический, так сказать, портрет, да, потому что кризисы для адаптации, они имеют свойство, так сказать, сводить с ума, вот, и второе, это то, что нужно будет в любом случае обладать знаниями, как взаимодействие с людьми в массе своей, которые лишились жизненных ориентиров, которые не понимают, чьи профессии больше не нужны, или, значит, кто должен, ну, да, еще виртуальная реальность придет, фейки придут, вот, в целом, в общем, ну, мы сейчас это видим уже, там, в Британии бушуют эти, погромы, на ровном месте, ну, просто черного назвали, черного британца назвали иммигрантом, вот, и дальше начали громить места, где живут иммигранты, регионы, да, вот, ну, он, как бы, там, местный, вот, и так далее, какой-то сумасшедший, может, вот, ну, как бы, и дальше вот этого всего будет неуправляемым характере все происходить, вот, поэтому, поэтому, психиатры и психологи, вот, как бы, будут крайне важны для, как бы, вот этот переход, я раньше позволял себе иронию в отношении термина футура шок, который сформулировал в год моего рождения Тофляш, вот, я говорил, что, ну, он говорил, что технологии придут, и это будет настолько сложная перемена, что люди не смогут к этому адаптироваться, и для них это наступит шок, и я все время шутил, говорю, Тофляш даже не представлял, насколько люди легко адаптируются к технологиям, вот, потому что мы, как бы, в этом смысле аккоматируем просто со страшной силой, вот, но в целом, вот, как бы, следующий фазовый переход технологии в жизни, он будет для нас шоком, вот, ну, просто, вот, для примера, там, психиатр, то есть, все время, ну, может быть, нужен психиатр, или нет, вот, психиатр заменят раньше, чем психолога, да, потому что положили человека в МФМРТ, просветили мозги, искусственный интеллект сказал, что у него за состояние, каких ему нейромедиаторов не хватает, какие таблетки ему выписывать, и привет, не нужны ни классификации болезней, ничего на свете, просто по активности мозга назначать лечение, как, я не знаю, по активности печени назначают вам желчегонные, или еще что-то, вот, это будет происходить, вот, но он еще будет просто продолжать, этот человек в социальном пространстве функционировать, и явно без башни, и поэтому психологи еще потребуются, вот, поэтому, если говорить про профессии будущего, я как бы смотрю то, что близко, то, что касается IT-специалистов, вот, я тут переживаю, потому что понятно, что простые, ну, как бы, в IT есть система роста, есть джуниоры, да, которые, как бы, умеют просто ходить в несложные конструкции, вот, конечно, архитекторы вот этого всего, да, то, что называется компьютерной архитектурой, значит, это безусловно будет очень, но просто от юниоров к джуниоров вы должны до тут доползти, то есть в какой-то момент корпорации должны сказать, окей, значит, нам джуниоры вообще просто не нужны, но мы их будем развивать для того, чтобы один из ста стал потенциально, как бы, управляющим хорошего уровня, остальных мы попросим, так сказать, выйти подышать, вот, вот сейчас все рекламируют это обучение IT, я боюсь, что эта часть уже точно поздно, вот, поэтому, ну, физический труд пока парикмахеры пока самые как бы защищенный, так сказать, вот, если только нам не объяснят, что лысым лучше всего, вот, потому что в этом случае можно придумать и нужного робота, так, расскажите, пожалуйста, все эти, они будут вокруг ходить, это же целая новая мода, они же лысые будут, роботы, ну, которые, эти, они такие симпатичные, медиод, из шевелюра они бы выглядели странно, согласитесь, может войти в моду,